Я опубликовал в фейсбуке две фотографии. Первая фотография зала, которая была сделана в 10 часов 15 минут, а вторая фотография зала в 17 часов 15 минут, через 7 часов работы. Это уникально, отличий почти никаких, то есть буквально единицы. Люди все 7 часов работали, слушали и при этом не только не устали, а по-моему ушли очень довольны тем, что они здесь услышали. Сама тема информационных технологий становится более актуальной, несмотря на то, что автоматизация промышленности это очень старая тема, может быть даже более старая, чем автоматизация банков, ритейла и так далее. Дело в том, что сейчас весь рынок глобализовался и конкуренция осуществляется уже не внутри стран, регионов, а она становится такой международной. Именно это заставляет промышленность и производство становиться конкурентоспособными. Раньше достаточно было быть конкурентоспособным в своем регионе, потому что на ваш рынок локальный не выходили другие компании. А сейчас необходимо конкурировать уже с компаниями, которые находятся на Западе, на Востоке. И информационные технологии это как раз тот инструмент, который позволяет повысить производительность труда. Основное, что нужно для производства сегодня. Для казахстанских компаний именно производственного сектора сегодня актуальными являются вопросы внедрения ERP-систем, потому что мы только на первой ступеньке автоматизации. Есть нижний уровень автоматизации, о которых сегодня тоже говорили докладчики, это SCADA-системы. Но ERP-система это следующая ступенька. И на сегодня, как мы понимаем, именно в промышленно-индустриальном секторе это еще вопрос нерешенный. И поэтому я надеюсь, что мне удалось дать аудитории практический опыт, знания, свои какие-то наработки, если менеджмент компании примет решение о внедрении системы ERP. Профит сегодня устроил такое мероприятие, я считаю, это первое мероприятие, которое соединяет именно промышленный сектор с IT-технологиями. И аудитория была именно собрана с этой точки зрения, с производственных компаний. Я думаю, что люди получили много полезной информации именно в практическом применении. Для меня был интересен доклад по информационной безопасности от CISCO. Они рассказали много интересного про интернет-вещи. То, что для промышленного, индустриального сектора также было бы интересно в практическом использовании, потому что, может быть, при внедрении новых инновационных решений есть смысл учитывать именно технологии интернет-вещей, использовать какие-то датчики устройства, которые могут нас соединять с программными продуктами. Главный вопрос, который всех интересует, это в какие сроки реально можно внедрить крупную ERP-систему. Мы сегодня рассказали по собственному опыту, мы внедрили такую систему за полгода в хорошем функционале. То есть мы охватили все основные направления. Это финансы, управление, логистика, закупки и дистрибьюция, управление производством. Через полгода компания вышла на проект с продуктивной эксплуатацией. Вы знаете, работает же очень много, времени про профессиональное общение остается мало. И когда собираются профессионалы в одной области, им есть о чем поговорить. Хочется услышать, у кого какие проблемы есть, чтобы не было ощущения, что только ты с этим сталкиваешься. Я открыла для себя вещи, которые, в принципе, настоят обратить внимание, вот, например, по информационной безопасности. Вот это очень интересно и нужно делать что-то. Мне безумно понравились, на самом деле, доклады про ERP. То есть, действительно, проделана большая работа. Действительно, докладчики, они докладывают очень интересно. Я в своем докладе хотел бы рассказать о национальной компании «Казатомпром», ее шагах по пути автоматизации, о стратегии и о том, как это где-то перекликается с проектом трансформации. Когда 27 тысяч сотрудников, большое количество предприятий. И хотелось бы донести, то есть, людям о том, что происходит в наших нацкомпаниях, ну, конкретно в нашей нацкомпании, как это движется и что будет, надеюсь, в дальнейшем. То, насколько будет зрелым, в принципе, IT, ну, удельно в Казахстане, да, говорит о том, как нас будут воспринимать бизнес, насколько мы будем востребованы. Как раз-таки здесь мы и становимся людьми, которые можем что-то сделать серьезно. Эта конференция, она, в отличие от большого количества других, сконцентрирована именно на инфраструктурных задачах. Это важно, на самом деле. И такие мероприятия, они как раз и дают импульс, да, чтобы люди задумались. Потому что, на самом деле, вот для меня сегодня самого, да, ну, человека интересующего, Intel представил отличную информацию в отношении вообще какого-то дешевого устройства, куда стоит там пару сотен долларов и объединяет, там, я не знаю, может объединять неограниченное количество людей. Ну, супер, больше ничего сказать не могу. Сегодня компания Intel представила целую линейку продуктов, которые основаны на наших различных технологиях. То есть это начиная от мини-компьютера, который называется Compute Stick, и заканчивая большими серверами промышленных, которые устанавливаются на предприятия, критичны высоким или низким температурам, агрессивной окружающей среде, а также клиентские устройства, два в одном, которые можно использовать и как ноутбук, и как, соответственно, планшет. Мы участвовали с профитом еще в самой первой конференции в ритейловой. Сейчас это уже по счету 15-я конференция. Увеличилось количество общений как неформальных, так и дискуссий в зале. То есть народ более стал активно вовлекаться, и это радует. Потому что, на самом деле, бизнес тоже ожидает отдачи от этого, чтобы были какие-то новые проекты, новые контракты и так далее, и так далее. CISCO занимается давно уже индустриальной тематикой, и в рамках Profit Industry Day представляет оборудование по созданию технологических сетей. Это так называемые индустриальные коммутаторы, маршетизаторы. Вот индустриальный коммутатор E2000-4000, которые могут стать основой для создания технологической сети и подключения контроллеров, датчиков, управляющих устройств. Параллельно к задачам СТП обеспечить дополнительный сбор данных для мониторинга уровня датчиков, роботов и предоставить эти данные для, например, обработки в ERP-системах. В том числе мы представляем еще решение по системе видеонаблюдения, которое может выполнять функции охранного видеонаблюдения, в том числе для технологических задач, мониторинга самих процессов и технологической цепочки. Силу того, что IT-отрасль приходит, в общем-то, и глубже проникает в индустриальное направление, понимание, четкое понимание правил, протоколов, законов, данных, даже в самих этих системах, позволяет строить эффективные решения и позволяет IT призвать на задачи повышения эффективности и прозрачности бизнеса, именно промышленного сегмента. Поэтому такое мероприятие, оно важно с точки зрения обмена опытом, конечно, и понимание тех тенденций, которые есть на рынке даже IT, уже в преломлении к промышленности. Основное, что привлекает людей, это возможность поделиться опытом и услышать своих коллег из других компаний, которые подобные проблемы, задачи уже решали. На данном мероприятии, как и ожидал, услышал много докладов клиентов, именно проекта, именно возможность посмотреть, что происходит в округе. Это пример промышленного мобильного терминала, который используется в качестве рабочего места ремонтного персонала. Всегда ремонтник получает задания, в течение дня, работая с ним, вводит данные в систему. В данном случае, это пример промышленного терминала. Самое главное, необходимо использовать именно имеющиеся платформы, имеющиеся средства для реализации нужных задач. Тем самым, мы помогаем бизнесу не только экономить деньги, но и избегать закупа дорогостоящего оборудования. Мне очень интересны именно дискуссии. Приветствую возможность задавать вопросы не только тем, кто сидит на сцене, но и тем, кто выступает. То есть, это для меня основное. В частности, на профите, помимо того, что выступают какие-то вендоры, также общаюсь с некоторыми именно людьми, которые пришли непосредственно из производства. С ними мне интересно общаться. То есть, вот это классно, мне кажется. Основная деятельность IT – показать бизнесу, что это подразделение не только черная дыра, которая поедает деньги, а это тот друг, тот драйвер, который может повышать эффективность компаний за счет автоматизации определенных процессов, за счет эффективного перераспределения ресурсов. И, как я упомянул в докладе, помимо эффективного построения самих процессов, еще немаловажным фактором является и автоматизация. В частности, партнеры, с которыми я приехал, компания Аксиос, эта автоматизация позволяет эффективно, своевременно получать управленческие данные, которые нам позволят принимать решения по дальнейшей оптимизации. Я считаю, что именно отраслевые конференции дают тот эффект, который мы не можем получить на конференциях широкого профиля, потому что там идет обсуждение каких-то универсальных решений. А, как правило, коллегам интересно, какие проблемы возникают у людей из этой же отрасли, а не, например, из банковской сферы или финансовой сферы. Поэтому я считаю, что у профита на отраслевые мероприятия, они задают тон отрасли развиваться, пойти, повышать свою зрелость. Информационная технология настолько быстро развивается, что каких-то учебников или готовых истин по ним не существует. И все, что есть лучшее, это то, что происходит на практике сегодня, и поэтому только в рамках конференции можно ими обменяться. Это первая конференция, но я уверен, что у нее большое будущее, что эта конференция будет и в следующем году, и через следующий год. И это видно по настрою тех слушателей, которые здесь были.